Здравствуйте, друзья! Многие из вас, кто хотел бы научиться живописи, рабеют перед стартом. С чего начать? И я хочу показать вам этот стартовый набор. Эти клинья вставляются и забиваются до того момента, чтобы расширилась вот эта щель. Увеличивается периметр подрамника. Есть такое понятие, как скупая палитра. Но, скажем, производные этих цветов – это и кадмий красный к розовому, и охра, например, охра желтая в компанию к желтому. Вот вроде бы кисти, да? На самом деле, очень плохого качества. Это все синтетика, имитирующая щетину. Но это все качественные кисти. И я проговорил, что из этих красок можно смешать все, что угодно. Эти цвета тоже могли бы быть в тюбиках, которые... Был бы какая-нибудь парижская зелень, какой-нибудь кобальт зеленый светлый, какая-нибудь сине-зеленая. Сложная серенькость. Она не просто черный, разбеленный черный, да? А какой-то богатый цвет. Вот тоже серый, но уже больше в нем теплости. Чтобы освоить эти сложные оттенки. Чтобы привыкнуть к тому, что можно вытворять все, что угодно. И понятие грязцы. Вы уже увидели, что это проявление серого. Проявление серого. Проявление фиолетовости. Зелености. То есть, перед началом работы, те оттенки, которые у нас задействованы в картине, понакидать, понакидать, чтобы не бояться этой краски. А сегодня мы поработаем в изобразительном смысле, попробуем в три краски работать с изображением. Теперь возьмем больше розового. И место, где у нас виноград, наметим. Здесь позволительна любая приблизительность. Главное, чтобы они чуть-чуть друг друга заслоняли. Что в ягодке важно? Есть свет, есть тень. Свет, тень. Вот это светлое, это рефлекс света от отраженных светлых поверхностей. Свет ударился и вернулся на теневые места. Но теневые места не так светлы, как световые. Две теневые почти объединились друг с другом, имея только малое звучание разделенности. Собственно, в этой гамме узнается классическая палитра живописи. То, что мы видим на картинах прежних мастеров. И все богатство цвета произошло. И уже тактильное общение началось. Коричневый. Вы видите, что у нас много там коричневого. Розовый. Белило. На этом этапе ошибиться в цвете почти невозможно. И те, кто побаивается цвета, по идее, да и по рисунку здесь бояться практически нечего. Главное найти место расположения основных предметов близко к тексту. И появляется туда уход. Вроде пустяк. Могло бы быть просто стеной. Но даже если там его не было бы, стоило бы такое сделать. Опять вытер кисть и той же кистью делаю прорывы воздуха, которые уже один раз делал. И сейчас финишную укладку этих прорывов делаю. Задача, я думаю, заметная, не сложная. и если вы будете находить в интернете художников или подобные сюжеты, фотоматериалы, пробуйте вот такие несложные задачи, пока не научитесь хорошенечко смешивать. Некоторое время посидите на простых задачах, для того, чтобы хорошенечко привыкнуть к палитре. позволил себе нахально не смешивать на палитре, а сразу здесь смешивать. И делаю тонирование холста. Ждем 10 минут и начинаем работать. А, вот эти пигменты продаются в каждом строительном магазине. Для радиаторов практически в каждом. Так что покупайте и пользуйтесь. Сэкономите краску, сэкономите время. Стоит это очень все дешево. Такие же белила только в тюбиках, акриловые белила в тюбиках для художников в пересчете на вес и на консистенцию будут стоить в 10 раз дороже. Потому что на художниках наживаются эти фабрики и на вашем незнании. Вы теперь знаете и вам будет полегче. И набираю масляный слой. А, что касается благодаря белому акрилу и негустому слою, темность есть, но она практически вот этот слой акриловый равен акриловому холсту. Поэтому без акрила не стоило бы делать. Пусть лучше бы оно было бы еще светлее, но все-таки чтобы белило дали вот эту родственность грунту. Больше синего и теперь уже с желтым. мы все еще в скупой палитре находимся. Мы не прибавляем лишний цвет, дополнительные цвета, которые есть в продаже. Много случайных прикосновений получается, нечаянных, которые часто даже в мастихиновой живописи обыгрывают картину своими случайностями. И вот такой немножко мозаичный характер укладки. А мозаика своей грубостью красива. Домичек. Линия угла дома частично смотрит в центр. Вот туда вот вместо пересечения диагонали. Но все-таки чуть в стороне. Разгребаю краску. Один массив заслоняет другой, второй, третьего заслонил. то есть вот эти темные впадины массивов задал. Так, смотрите, если вы будете внимательны, соблюдете уровни рисунка, соразмерности предметов, вы помните, да, что над домом дом помещается, то, по идее, проблем с написанием этой картины не может возникнуть. Поэтому потренируйтесь, заодно и по мастихинам почувствуйте. вот этот пейзажечек. Единственное, что уберем вот эту козявочку. Уберем и сделаем сам пейзаж, просто пощупаем идею моря. Белильца. Конечно же, голубильца. Розовильца. Больше белилец. И уже структуру воды, которая вот такая, вот такая, начинаю наращивать. Перемалывается один цвет в другой. Но при этом есть единство их, потому что этот цвет помигивает в промежутках в зеленом, ну, в бирюзовом. Море такая среда, которая исполнена всякого произвола. Поэтому мы можем импровизировать, даже срисовывая или копируя картину другого мастера. Та вода, которая попала на свет, то есть это гребень, а за ней освещенная площадка будет у нас с легкой теплинкой. Розовый с коричневым даст эту теплинку. То есть как цвет света, а здесь коричневизна, розовизна и голубизна создают эффект возбужденной гальки или песка кому как захочется. Вот, ну и пожалуй хватит. Знакомьтесь с морем, с идеей моря. Очень много людей ее очень хорошо чувствует, эту идею моря. и я думаю, что некоторые из вас со мной согласятся. вот они белила, вот он красный, вот он зеленый. акрил высохнет моментально, вы уже знаете об этом. Белильца, розовильца, чуть-чуть желтенького. розочка одна, розочка другая. Напоминаю, что наша задача научиться не бояться изображать. Розочка третья. На темном оно очень быстро и выразительно произошло. и по-прежнему мы с вами в этой палитре скупой и никаких проблем не возникает. Самая главная ваша задача научиться не бояться. Если у вас в эфире, если у вас какой-то кусок не получается, да, вы видели, я сбриваю, заполняю другим цветом, а если получается, наоборот, пляшу вокруг этого места, постарайтесь и вы вот так нахальненько порисовать сложнейшие цветы розы. Вот вот эта вот нахальная их подача она выручает. добавим чуть-чуть розовый уже появляется феолетовизна и даже припачкаем чуть-чуть коричневым вот я аккуратненько беру его от края беру от края розовый и уже цвет потухлел чернявый цвет происходит еще коричневого мы будем делать некоторую импровизацию на тему поэтому еще синий коричневый поэтому не устремляюсь к точному копированию причем пробовать можно например здесь вот к краям подойти можно попробовать здесь и так всегда поступать в картинах поскольку здесь у нас будет обильное белило то можно пробничек сделать здесь здесь потренировать сбрасывать красочку с края мастихина сдавливать ее сдавливать с края мастихина в безопасном месте есть места где скользящий свет есть места где прямое попадание здесь скользящий мастихин конечно же творит произвол и нас этот произвол устраивает облако оттеняет своим дымчатым звучанием оттеняет грубость скальных этих ребер вот такой урочек нехитрый но мне кажется очень полезный рекомендую вам выполнить и побольше поотучаться бояться понятно что первые шаги с мастихином может быть будут не совсем уклюжие но схема простейшая свет тень для того чтобы уравнять идею грунта и тонирования вскрою холст избавлю его от белости есть такое волшебное средство как проектор который кидает изображение на холст об этом мечтали художники всех времен делали подоб какие-то способы близкие к современным но не такие эффективные как современные бояться этого не стоит что вы никогда из-за этого рисовать не научитесь научитесь даже дальнейшая разработка заставит ваш глаз активно расследовать и исследовать уже детали но вы даже сложную задачу можете выполнить легко розовый голубой получается почти черный цвет если не добавлять белил то есть то что вы что вы что что вы вы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не забываем об этом, потому что это сразу выдавило нос от плоскости лица. В итоге наша задача сейчас набрать портрет, набрать его в основные вехи. И вот эту уточняющую продолжим именно по сухому, чтобы максимально приблизиться к сходству, а заодно пощупать работу по сухому, по высохшей краске. Это вот организация пустоты, касания одного к другому. Такое трюк качества живописи. Чуть-чуть вот эту пустоту фона дополним фактурой. Прямо ушпатлюем вещество краски, создавая интересные касания на краях и интересную фактуру. То есть такую экспрессионистическую фактуру. Это с одной стороны украсивливает, а с другой стороны появляется как бы вопрос, как же он это сделал. Вот так сделал и таким образом коллег по цеху своей, так сказать, изобретательностью повеселил и зрителя. По возможности, конечно, вот эту меру доведенности рисунка до близкого к оригиналу состояния желательно. Нам надо с вами научиться расследовать рисунок, расследовать удачи, интересные моменты, которыми воспользовался автор. Так, ну, я думаю, хватит. Желаю вам, конечно, успеха в изучении темы. Мне кажется, интересная задача. Еще одна задача на преодоление страха краски. Передо мной прекрасный рисунок обнаженной фигуры. И мы ее будем сейчас переводить на язык масла, на язык цвета. Обнаженная фигура – это одна из академических задач в институтах. И поскольку с телом нужно научиться работать в том числе, то вот, на мой взгляд, удачная работа, достаточно целомудренная. Белила. Голубой. Розовый. Немного коричневого. Так, теперь кидаем изображение и начинаем разрабатывать. Так, розовый, коричневый. И, конечно же, белила. Тональность мы видим. Набираю место расположения тела. Я создаю вот эти сейчас смазанности. То есть, тающее состояние головы. Живопись – это рисунок цветом. А поскольку это так, то мы сейчас берем у автора идею рисунка и выполняем в формате живописи. Наша задача – не только набрать в цвете в этой работе, но и осмыслить идею живописного рисунка. Есть и такое понятие. Оно подразумевает где-то списанности, где-то красивые касания. Вот как здесь касание почти исчезло к фону, а где-то, наоборот, обострилось. Это так называемый свет из-под теневой. Теневая головы. Из-под нее свет, который дает эффект пространства за головой. Ну, я думаю, из этого не надо уже устраивать великую картину. Ну, в целом, вы видите, что в три краски можно работать с телом. Если бы мы еще подключили кадмий красный, охру, она была бы еще богаче. Но и это вполне в цвете. И при этом это не грязаль, то есть, как бы только коричневые. А это в цвете вполне. И голубизна мигает, и краснинка, и даже охренки мигают. Вот такая, на мой взгляд, очень полезная задача. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...